привет youtube привет подписчики и гости моего канала значит решил я немножечко доработать свой тракторок а именно добавить ему 4 скорости назад при помощи реверс редуктора от мотороллера муравей значит как это будет все дело происходить сейчас в двух словах буквально если получится 5 минутные ролика будет видео в интернете практически отсутствует в том плане как ставят реверсы на мини трактора поэтому постараюсь максимально подробно показать рассказать так что ставим лайк комментируем либо дизлайк тоже комментируем чтобы как можно больше народу посмотрела этот ролик может кому-то и пригодится так что не стесняйтесь ребят все нормально первым делом мне нужно будет его разобрать заварить дифференциал это самым первым делом ну понятное дело посмотреть подшипники здесь везде стоят подшипники здесь нет в принципе буду заваривать все это покажу дальше как он будет соединяться у меня с редуктором флянец до редуктора он пошлицам пошлицам идеально сюда подходит вот он самое простое решение берем редуктор точнее передний мост дальше идет редуктор с этой стороны у меня запчасти нет показывает как завариваю я думаю она уже у меня там появится что с той стороны у меня будет вот оно самое простое решение мне нужно будет заменить вот эту звезду звезды у меня вот такие сервис техники разных калибров но шаг у них у всех одинаковый скажу сразу они нам немного они крупнее и шаг у них другой нежели на ижовской цепи и цепь у этих звезд намного толще и будем так говорить прочнее может не так будет тянуться я в этом плане порваться и жесткая не порвалась но тянется за четыре года заметно растянулась ну коробка я уже нее натягивал а натягивал ее прилично так скажем значит здесь у нас и понижение идет одно мне теперь надо сделать здесь другое понижение чтобы максимально приблизиться к тому передастельному числу которое стоит у меня на тракторе на тракторе у меня 16 зубов коробка 42 кардан то есть и жесткая и жесткий набор вот самый оптимальный вариант поставить 23 зуба сюда и на коробку 19 и тогда у меня получится даже самая скорость которая сейчас у меня на тракторе но я его немножечко ускорю поставлю на король на редуктор 19 а на коробку поставлю 16 зубов и он у меня немножко ускорится ну не конечно нет нет вот как я не участвую совсем чуть-чуть вот такая вот у меня задумка значит эту звезду буду варивать на флянес на на коробке на коробке стоит вот такой вот вертолет но смотрите чего получается вот это ушка которая закрывает сальник да она у нас получается так что она даст цепи может с этой стороны понятно если все не обрезано еще слишком цепь будет по ней я лозить либо ее надо будет сбивать что вот не хотелось бы конечно поэтому решение есть тот же самый флянец отдаю токарю он нам его протачивает сколько нам надо ставим звезду и вылет у него вылет у него дальше дальше от коробки плюс гайка спрячется вовнутрь ну не вся конечно ну тем не менее так сильно торчать не будет вот и надо будет проточить вот это место под сальник так как она потолще по шлицам они один в один можете мне поверить ну вот надеваем этот вертолет сюда точно так же как и вот это сюда же все все один в один так чё еще вам рассказать показать впрочем поехал я до токаря отдам ему плянец вот эти вот звезды пускай мне это все дело проточит чтобы я мог сварка это все дело приварить ну и дальше будем смотреть чё у нас получится так что как то так все ребят давайте смотреть а я как говорится делать и так мужики отвезли токарю значить вот эти вот звезды точить все это замечательно чудесно приволок вот такой кардан мне понадобится вот этот узел то есть сейчас я его разберу крестовину сниму по крайней мере мне нужна будет вот эта вилка она шлицевая здесь часть и она точно такая же шлицевая часть как и вот это вот полуось вот этот флянец хвостовика да с редуктора здесь точно такие же шлицы не знаю или вырежу ее сразу чтобы там потом кардан укоротить на тракторе и здесь его вварить или оставлю ту часть посмотрю какие крестовины получше там новые у меня стоят в принципе могу чисто взять только одну вилку ну в общем сейчас я его разбираю откручиваю там гайку снимаю подвесной подшипник и этот узел будет становиться у меня сюда то есть оденется и сразу будет здесь крестовина у меня идти чтобы не делать через флянец не удлинять крестовину не отводить дальше я ее поставлю вот сюда максимально близко ну опять же померяю чтобы вот эта полуось да будем так говорить не упиралась в крестовину сейчас я это все померяю и посмотрим итак вот такой вот бутерброд у меня получился то есть вилочка подошла сюда просто замечательно кардан это я поставил чтобы визуально было видно где она будет находиться крестовина это понятное дело вот шлицевая часть не мешает не торчит просто все замечательно так что еще хотел сказать по этому поводу как можно использовать этот кардан ну так может кому-то пригодится для информации да можно взять флянец вот такой хвостовика можно поставить сюда тут подшипник уже стоит с той стороны поставить вертолет с мягкой муфтой да прикрутить какой-то шкив допустим ну использовать как вал отбора мощности да вот он привод уже в принципе готовы здесь можно поставить какой-то подшипник чтобы это все ровненько прямо стояло ну не обязательно шлиф можно поставить прикрутить и звезду и такую и такую и такую да любую звезду на привод вала отбора мощности может кому-то пригодится можно также сюда поставить вертолет мягкое соединение и еще как-то использовать ну то есть шлицевая часть подходит как с вертолета так и с флянца так что ребят как-то так все осталось мне его теперь разобрать заварить звезды точатся будут готовы аж только через два дня да практически самый канун нового года будем так говорить так что на этом ребят первая часть наверное видео будет закончена остальное все после праздников либо на праздниках сделаю не знаю посмотрим всех с наступающим новым годом ребят желаю вам счастья здоровья удачи во всех ваших начинаниях не бойтесь экспериментировать не бойтесь изобретать все у всех всегда получится плохо хорошо дорого недорого без разницы кто на что гораст поэтому всех еще раз с наступающим может кто-то смотрит уже и наступивший новый год мы не останавливаемся на наших подделках самоделках будем экспериментировать поэтому если интересно подписываемся ставим колокольчик обязательно чтоб не пропустить очередной видос оцениваем лайками пишем комментарии дизлайками кому не понравилось и тоже пишем комментарии чтобы как можно больше людей посмотрело возможно это пригодится ни одному человеку так что ребят всем пока еще раз с наступающим кого-то уже с наступившим все смотрите либо ждите либо смотрите продолжение в 2021 году все все